Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде красоте, также об умном шопинге. Мне 37 лет, и я персональный покупатель. Моя зрительница в комментариях написала, что для того, чтобы сократить количество покупок, особенно тех покупок, которые в итоге не приводят к покупке вещей, которые нам служат, которые нам действительно нужны, необходима так называемая насмотренность. Мне очень понравился этот термин, большое спасибо, что вы оставили мне такой комментарий. И я вообще всегда за комментарии под моими видео, потому как они очень часто дают мне темы для новых видео. И тема сегодняшнего видео так называемая насмотренность на вещи. Что это значит? Это значит, что если вы только встали на путь минимализма и жажда покупать до сих пор у вас еще не прошла, и очень часто этот покупательский голод, он ощущается на самом деле очень-очень сильно, я знаю это по себе. Сейчас я от него свободна, от этого покупательского голода, но знаю по себе, как это бывает, когда вот просто хочется что-то купить. Ты даже сама не очень знаешь, что тебе нужно, и что тебе необходимо, и что конкретно ты хочешь, ты просто что-то хочешь. Очень часто такие покупки совершаются в итоге в супермаркете, когда мы идем, в общем-то, покупать что-то из еды, но тем не менее мы приходим с какой-то вещицей, которая, что называется, нам для души, в общем-то, которая нам как бы нравится, которая, в общем-то, как бы нас радует. Но в итоге со временем мы понимаем, что вещица это совершенно ненужное, совершенно бесполезное, и покупка ее была вот на самом деле лишняя. Либо женщины, они склонны совершать так называемый утешительный шоппинг, то есть они вот, в общем-то, ничего конкретного не хотят, ничто конкретное им не нужно, они идут просто прогуляться по торговому центру, по магазинам и совершают опять же покупки, не совсем четко представляя себе, что им нужно, что в конкретный момент они бы хотели купить, чем бы дополнить хотели свой гардероб, в общем-то, совершают покупки, которые, как правило, тоже не приживаются в гардеробе, именно потому что это были совершенно неосознанные, потому как это был совершенно неосознанный выбор, ни на чем не основанный, и, соответственно, эти вещи, да, я их называю вещи утешителя. Итак, моя зрительница написала, что очень важно для того, чтобы несколько сократить это желание покупать, очень важно просто прогуливаться, ходить, трогать, мерить, брать, переставлять, смотреть, рассматривать, возможно, примерять, представлять, где все это может ужиться в вашей квартире, в вашем доме, как все это может в итоге поселиться в вашем гардеробе, но ничего при этом не покупать. Это сложно сделать, но, тем не менее, хочу сказать, что этот способ действительно работает. Он работает тем эффективнее, чем, в общем-то, вы приучите себя выходить на такие, скажем, прогулки без денег, без кошелька. Это очень важно делать, потому как может случиться так, что все-таки яркая музыка, хорошее освещение, они, в общем-то, будут подталкивать вас к тем или иным покупкам. Мы знаем, что очень часто в тех местах, где должны совершаться те или иные покупки, все сделано для того, чтобы мы их совершили. Соответственно, очень важно деньги с собой просто-напросто не брать. Соответственно, мы трогаем, мы меряем, мы смотрим все, что мы хотим купить, мы это представляем все своим. Хочу сказать, что когда я стала совершать интернет-покупки, я очень часто стала замечать за собой, что вещь, которую я, очень хотела, когда приходит, несколько меня разочаровывает. Она также же хороша по качеству, как, в общем-то, и было описано на сайте. Она совершенно хорошо сидит, но именно обладание этой вещи, в общем-то, убирает часть очарования у этой вещи, которую она имела, когда она была мне недоступна. И я приучилась такие вещи возвращать. Хочу сегодня затронуть отдельно закон о защите прав потребителей, который позволит вам все-таки, если вы совершили покупку, если вы не удержались, если взяли с собой все-таки сумку, либо где-то у вас завалялись деньги в кармане, соответственно, вы что-то купили, не натрогавшись, не насмотревшись, вам этого не хватило, вы что-то купили, принесли домой. Пожалуйста, закон о защите прав потребителей на нашей стороне. Итак, наша возможность вернуть ту или иную вещь, которая нам не подходит, которая нам просто больше не нравится, защищена Гражданским кодексом Российской Федерации, защищена также законом о защите прав потребителей. Мы должны прежде всего убедиться, подходит ли наш товар под те товары, категория которых может быть возвращена в магазин. Хочу сказать в двух словах, что исключение составляют, как правило, лекарственные товары, также продовольственные товары, а также все, что мы можем купить в аптеке, и сложная техника, и то не факт. То есть вы уточните, но, как правило, такие бытовые покупки утешителей, которые стоят недорого, все это можно без проблем вернуть, включая и одежду, также дорогостоящую одежду. Итак, очень важно понимать, что мы можем прийти в магазин, нам не обязательно, и в этом кардинальное отличие закона о защите прав потребителей в Российской Федерации от закона о защите прав потребителей, который так, конечно же, не называется здесь в Италии, здесь в Европе. Здесь обязательно важно иметь чек. Если у вас нет чека, вы не сможете вернуть товар. В то время как в России вы можете вернуть товар, сославшись на свидетельские показания. Когда я жила в России, достаточно было иметь двух свидетелей, как падает солнце. Давайте-ка я передвинусь. Когда я жила в России, достаточно было иметь двух свидетелей рядом с собой. Сейчас, возможно, вот я погуглила, и у меня сложилось впечатление, что можно сослаться на одного свидетеля. Обязательно уточните перед тем, как вы пойдете в магазин, но желательно для, скажем так, быстроты процесса все-таки чек не терять, чек иметь. Но помните, если чек вдруг вы потеряли, вдруг каким-то образом он у вас исчез, повредился и не подлежит восстановлению, вы можете сослаться на свидетельские показания. Это могут быть даже члены вашей семьи, которые подтверждят, что в тот день вы эту покупку совершили. Соответственно, у вас есть 14 дней на то, чтобы вернуть товар. Товар должен сохранять на себе все этикетки. Он должен быть, безусловно, новый, не будучи в использовании, имейте это в виду. Что делать, если вы пришли домой и обнаружили брак? У меня случалось несколько раз помогать подругам возвращать такие товары. Однажды у моей очень хорошей подруги обнаружилась на пальто. Внутри разорванная подкладка. Она это пальто покупала не сама, ей купила мама по ее просьбе, потому что она до этого подобное пальто, точнее это же самое, померила. Но то, что она мерила, было без брака. Соответственно, когда мама приехала, просто оплатила пальто, забрала, дома обнаружилось, что подкладка у пальто порвана, порвана прямо в рукаве. Когда она пришла возвращать, ей сказали, что это она сама повредила таким образом изделие, что изначально изделие было новым. Соответственно, не бойтесь таких ситуаций, настаивайте на экспертизе, настаивайте на том, что вы вообще возмущены, что вам продали товар изначально бракованный. Любая экспертиза, если действительно товар не был в носке, подтвердит это. Соответственно, не бойтесь настаивать на проведении экспертизы. К сожалению, вам придется провести, если дело дойдет до экспертизы, это за свой счет. Но, в общем-то, если вы знаете, что товар вы не повреждали, что вы его не носили, экспертиза это все подтвердит. Соответственно, вы пишете заявление, заявление пишется в свободной форме. Очень часто бланки заявлений бывают в самих магазинах, но если таковых не имеется, вы в свободной форме можете изложить причину, по которой вы совершаете возврат. Причина, может быть, просто не подходит размер, не понравился фасон, сидит по-другому. Либо любая причина, на самом деле, вы можете указать. Имейте в виду, что продавец оставляет за собой право поменять вам на размер. То есть, если причину вы укажете, мне не подходит размер, нужен на размер больше, либо на размер меньше, и такой товар будет иметься в наличии, то вам предложат, безусловно, поменять. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете, что хотите вернуть товар, не указывайте такую причину. Укажите, что просто вам цвет показался другим при естественном освещении, когда вы пришли домой. То есть, какую-то причину, которая тяжело будет потом подвергнуть сомнению. Она должна быть достаточно субъективной, поэтому ее нельзя будет объективно опровергнуть. Соответственно, вы пишете в свободной форме заявление. Продавец может на свое усмотрение взять несколько дней. Сейчас я не помню, как говорит закон, сколько дней может взять продавец на возврат денег. Но, тем не менее, по стечению этого срока, деньги он вам обязан вернуть. Но, как правило, деньги возвращаются сразу в тот же момент. Поэтому, пожалуйста, помните, если вы принесли домой ненужную вазочку, статуэтку, полотенечка, даже купленную в супермаркете, пожалуйста, сохраняйте чек, уважайте свои деньги, свое время, которое вы потратили на то, чтобы эти деньги заработать, и все смело это возвращайте. И уж тем более возвращайте вещи, которые должны занимать какое-то солидное пространство в вашей квартире, в вашем шкафу, и которые в итоге вам не нравятся, которые вы понимаете, что купили, покупили, скорее всего, по ошибке. И очень часто эти ошибки, повторюсь, мы совершаем, потому как музыка играет громко, настроение у нас хорошее, это настроение нам специально приподнимает продавец. Очень часто свет выставлен особенно ярко, поэтому если мы заходим из паспортного дня в торговый центр, где все блестит, искрит, играет и смеется, то, конечно же, желание купить у нас возрастает. Поэтому не вините себя, с чистой совестью возвращайте все вещи, которые вам не нужны, которые вы купили для того, чтобы по любой причине, но они вам больше вы осознаете не нужны. И имейте смелость, прежде всего, себе признаться в том, что вы эту вещь купили, ну, не очень основательно подумав. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем только удачных, только нужных функциональных покупок. Это была Инна Скорцова, всем хорошего дня, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok